Человек в смуте Человек в смуте Времени смутного лихолетия Такие типажи, которые стали характеристикой этого времени Вобрали в себе наиболее важные черты И по-своему отразили те вызовы времени Которые были поставлены в ходе вот этой трагической истории Первой гражданской войны в России Так вот, надо сказать, что вообще человек в эпоху Средневековья Тем паче позднего Средневековья Это люди, которые вообще-то пребывали в определенных социальных ролях Вообще Средневековье — это роль социальных ролей И причем эти роли были очень ограничены происхождением, богатством И вот эти социальные лифты, которые существуют И привычны, например, для нашего общества Они, в принципе, отсутствовали Если человек родился так, как, например, Пожарский родился А это ветвь Рюриковича, немало, немного То в какой-то степени он был предопределена Его судьба была И он был как бы ограничен в тех рамках, в которых он мог развиваться, двигаться вверх Но смута все это сломала И вот это Средневековье, как роль социальных ролей Она надломилась в Средневековье И у нас появляются совершенно новые типажи Которые становятся характерной неотъемлемой чертой смутного времени Какие это типажи? Какие главные герои смутного времени? Ну, всем вам, например, известен самозванец первый, Лжедмитрий первый Это тип авантюриста Авантюриста, самозванца И они, как говорится, посыпались из рога изобилия Как говорил Ключевский, как сор из мешка посыпались Пожарский совершенно другой человек Это уже тип героя смуты Тип человека, который возглавил в данном случае такое патриотическое движение Направленное на спасение Отечества Причем удивительная вообще-то вещь Если мы будем сравнивать Пожарского с людьми предыдущего времени То получается, что он какой-то своеобразный феномен Потому что он становится героем Выполняя и преследуя, как бы, те задачи, которые прежде стояли перед каждым человеком И которые считались, ну, такие, само собой разумеющие задачи То есть, если ты даешь клятву, то надо клятву эту исполнять до конца Ибо это клятва на кресте Если ты, так сказать, служишь государю, там, царедворец То ты должен был верен этому государю Это было обычно, это было заобычно И не было в этом ничего такого особого дающего А смута все перемешала Смута, что называется, переставила с ног на голову все И героями становятся, конечно, лже-героями, ложными героями Люди, которые, наоборот, давали клятву и эту клятву нарушали И это становится повсеместно Это становится немало-немного как нормой поведения Но в этом плане мы можем, например, вспомнить царя Василия Шуйского Забилин Иван Егорыш, замечательный русский историк XIX века Создатель исторического музея Он о Шуйском, например, говорил, что это ложный лжи-ложь То есть, человек сначала в 1991 году, в 1591 году Отправляется в Углич, где зафиксировал, так сказать, смерть Дмитрия Ивановича Царевича в результате несчастного случая Подучий, черный подучий, и он закололся И это объявляется по приезду Шуйского в Москве А он немало-немного возглавлял комиссию Расследующую вот эти события трагические в Угличе Вот это его первая, как бы, правда Потом приходит первый самозванец И Василий Шуйский поднимается на лобное место И с лобного места объявляет, что на самом деле Не закололся царевич Дмитрий А был убит подосланными, значит, людьми Бориса Годунова Точнее, убийцы были, но хорошие слуги спасли царевича Дмитрия И таким образом он спасся И вот теперь ясно солнышко идет занимать свой прародительский престол Вот вам еще одна ложь из уст Василия Шуйского А потом уже, когда Василий Шуйский становится государем Он уже говорит совсем другое Что в Угличе погиб царевич Что самозванец Лжедмитрий Первый ложный Царь, ненастоящий царь И таким образом свое воцарение Вы, как вы знаете, его выкринули, как тогда писали Малыми людьми Он, так сказать, оправдывает восхождение на престол Ложный лжи ложь, тройная ложь И вот такое поведение, это норма становится Или вспомните, например, еще такое явление, когда Тушинский вор стоит в Тушине Василий Шуйский сидит в Москве И каждую ночь скрипят калитки И начинаются знаменитые перелеты То есть один отъезжает в Тушино Здесь Тушино, так сказать, клянется Василию Шуйскому Сохраняет в результате этого предательства, как бы, свои имения А потом наутро вновь возвращается к Василию Шуйскому Говорит, противоположно, вот эти перелеты становятся таким знаковым явлением эпохи И вот такое поведение стало в годы смуты нормой А что делает Пожарский? А Пожарский не изменяет Если он поцеловал крест, так он служит этому государю до конца Но в условиях смуты, вот этого переворота Переворота в том числе и нравственного, религиозно-нравственного Такое поведение становится таким выдающимся поведением Не случайно именно на Пожарского обращает внимание Кузьма Минин И призывает нижегородцев поставить в главе второго ополчения этого человека Вот такие удивительные метаморфозы происходят смуты Потому что смута, конечно, гражданская война, изменяющая все Но появление Пожарского и вот эта модель его поведения кажется не случайным Потому что если мы посмотрим жизненный путь Пожарского Вот этого одного из типажей героя смутного времени Вот такое крепкостояние, крепкодушие, как тогда писали публицисты смутного времени Оно, еще раз повторяю, не случайно в силу того, что воспитание, принципы, которые исповедуют Пожарские Они его сделали именно таким человеком, который оставался верен прежним каким-то дедовским заветам И превратили его в настоящего подлинного героя смутного времени Вообще, род Пожарских – это провинциальный такой род дворянский, несмотря на княжеский титул Одно время считалось даже, что Пожарские захерели, как тогда писали, в результате опал со стороны Ивана Грозного Но это не совсем так Опалы частично, в общем-то, род Пожарских, Сузовских князей обошли Но они действительно в силу ряда обстоятельств, физической немощи предков Пожарского Получилось так, что не были выдвинуты на первые и даже вторые роли при дворе Больше того, они при дворе долгое время не появлялись, хотя и сохранили свои земельные богатства Ну, относительно земельные богатства Так что, к началу смута это был достаточно такой крепкий, что ли, дворянский провинциальный род Большую роль сыграла в жизни Пожарского его мать Она принадлежала к роду Беклемишевых, а Берсей Беклемишев – это такой крупный деятель эпохи Ивана Третьего Он отличался, с одной стороны, вообще интересом к расвещению, к образованию И, видимо, это по женской линии, как бы, традиция передалась Пожарскому Потому что мы знаем, что он был, в принципе, для своего времени образованным человеком У нас сохранились автографы Пожарского, которые принадлежат именно его руке Именно он это писал И это 10-летний, 11-летний мальчик, который уже владеет грамотой и может писать Это, ну, достаточно уникально Нельзя сказать, что полностью уникально Но это вот свидетельство того, что он получил такое традиционное образование для своего времени Ну, хорошее, крепкое образование И не утратил вообще интерес к книге К иконе, кстати, не утратил интерес Потом уже при Романовых его холопы будут ходить по деревням и собирать иконы Такое увлечение Ну, оно, видимо, связано и с религиозностью Дмитрия Михайловича Пожарского Но все-таки с интересом к иконе, древней иконе Так что это был такой незаурядный для своего времени человек Его мать такая активная была женщина А она стала делать все для того, чтобы поднять рот Пожарских Ну, в данном случае своего сына Она оказалась в роли, значит, мамки, боярышни Сначала при царевне Ксении Годуновой То есть при дочери Бориса Годуновой уже в период его воцарения И, в общем-то, видимо, способствовало тому, что ее молодой сын начинает двигаться вот при дворе При Борисе Годунове Вообще, выдвижение Пожарского связано еще с одним обстоятельством Борис Годунов, поскольку он не мог опираться на старые титулованные фамилии В силу того, что они заняли большинством свою такую оппозиционную позицию Оппозиционность по отношению к выбранному государю Он попытался опираться на младшие ветви знатных родов Но те роды, которые не были при Федоре на первых таких ведущих ролях Он, видимо, хотел создать новую свою элиту И вот в эту струю как раз и угодил Дмитрий Михайлович Пожарским Мы его видим уже с тряпчем молодым Это неплохой такой чин при дворе Чин московского дворянства Придворный такой чин Потом с тряпчей у крюка Ну и в конечном счете в смуту он ходит уже со званием стульника В возрасте где-то 30 с небольшим Он начинает уже на военном поприще отличаться Я не буду здесь подробно рассказывать Наиболее яркое проявление военного дарования Дмитрия Михайловича Пожарского Проявляется, когда он становится воеводой Зарайска Он отличается таким крепкостоянием Это уже происходит при Василии Шуйском И становится городовым воеводом Зарайска Зарайска это небольшая крепость Но очень важная крепость Не случайно она каменная крепость Потому что она как бы прикрывала западно-юго-западное направление Москвы И вот сюда был поставлен Пожарский Причем не случайно поставлен Потому что Шуйский надеялся на то Что Пожарский не будет изменять Как происходило в этот период С постоянной изменой и отступничеством Со стороны прежних многих воевод И он действительно так себя ведет Там был такой момент, когда жители Зарайска Пытались перейти, отступиться от Шуйского И передаться так самозванцу Так вот Пожарский собирает стрельцов Запирается в Кремле И по сути дела выдвигает такой ультиматум Сопровождает этот ультиматум В общем-то уговоров посадским людям И служилым людям Чтобы они одумались и отступились от представителей самозванцев Которые требуют сдать город и перейти на их сторону И вразумил жителей Зарайска И они остались верные Василию Шуйскому И вот такие эпизоды в деятельности, в жизни Пожарского Все время присутствуют Еще раз повторяю Он именно человек такой старой закалки Когда поцеловав крест Он до конца служит тому государю Как он говорил Который будет на Москве В этом смысле, когда Владислава признают государем Он тоже, так сказать, целует крест Царю Владиславу Жигимонтовичу Но когда уже становится ясно Что обязательства, взятые по августовскому договору Не выполняется И на московский престол немало-немного нацеливается Польский король Сигизмунд Третий Он тогда освобождается от клятвы Гермоген-патриарх освобождает русских людей И начинает примыкать к освободительному движению